День с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, ну и тему действительно вот сейчас хотим поговорить достаточно серьезную, поскольку события, которые периодически происходят в мире, то в одной стране, то в другой, когда, ну вот какие-то психически неуравновешенные люди с оружием заходят в публичные места, устраивают стрельбу, и кто-то прямо с нами, намерением убить наибольшее количество людей. Вот недавно в Перми произошел такой случай в университете, и в принципе хотели мы поговорить на тему того, насколько возможны реальные такого рода события могут происходить в нашей стране, насколько у нас существуют все-таки какие-то протоколы, которые могут предотвратить или помочь минимизировать вот в случае такого такого инцидента жертвы. Вот обо всем об этом мы хотели поговорить с вице-президентом Европейского альянса телохранителей, специалистов в области безопасности, с Андреем Шишовым. Здравствуйте, доброе утро, Андрей. Доброе утро. Доброе утро. Итак, действительно, в результате стрельбы, открытой утром 20 сентября, студентам в Пермском университете погибли 6 человек, 43 пострадавших. И, Андрей, на самом деле, как вот Андрей уже предварил все эти наши вопросы, существуют ли какие-то протоколы, в том числе и в Латвии, известны ли они учебным заведениям, как-то практикуются ли... Что нужно делать вот в такой ситуации? Да. И кому? Если мы обсуждаем сейчас российскую ситуацию, конкретно Пермь, ну, скажем, на сайте Национального антитеррористического комитета России можно встретить там общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта. Все прекрасно. Такие рекомендации есть, их можно прочесть, они достаточно общие. Но могу сказать сразу, если люди не подготовлены к такой ситуации, а никто из нас, как правило, не подготовлен к такой ситуации, в таких условиях мы будем не подниматься до уровня наших ожиданий, а опускаться до уровня нашей подготовки. То есть, если люди не готовы действовать в условиях террористической угрозы, это значит, что они являются потенциальными жертвами. Поэтому с этой точки зрения я вижу, что очень важный аспект – реальная физическая подготовка людей для действий в данной ситуации. Ну, не знаю, условно, допустим, если происходит нападение на учебное заведение, и в общих рекомендациях есть условие, что необходимо прятаться под стол, значит, ученики в этом заведении должны быть подготовлены и физически готовы прятаться под стол. Потому что в реальной ситуации получается, что потом оказывается, что расстояния между столами маловато, и стулья не позволяют быстро туда спрятаться, но к этому надо быть готовы. То есть, реальная отработка данных ситуаций действительно важна. Вероятнее всего, государство в какой-то мере должно это регулировать. К слову, Андрей, довольно ожесточенные споры в сети, в комментариях, на том же самом Фейсбуке вызвало поведение одного из преподавателей, который не остановил лекцию. Он объяснил позже свою логику. Он запер дверь и продолжил лекцию. Таким образом, он не дал распространиться панике, никто у него из окошек не выпрыгивал и так далее. Его жестко осудили. На ваш взгляд, на профессиональный взгляд, правильно ли он поступил в целом, не вдаваясь в детали? Закрыть дверь, всех успокоить, и вот один говорит, один управляет ситуацией. Скажем, на мой взгляд, в его действиях есть рациональное зерно. Единственное, конечно, если это существующая угроза террористического западения, как было в данном случае, необходимо было, да, запереть дверь и при этом максимально обеспечить безопасность учеников, то есть вероятнее всё-таки заставить спрятаться их под стол и не продолжить лекцию. Это немного другая ситуация, люди должны быть готовы. Потому что, будем честными, двери в учебных заведениях не являются преградой для такого рода нападений. Ну, здесь опять, ну, может быть, какие-то технические подробности. То есть, допустим, моя главная специальность – подготовка телохранителей. С этой точки зрения рекомендуется, допустим, в месте жительства охраняемого лица устраивать так называемый emergency room, то есть комната с прочными стенами, бронированной дверью, за которой охраняемое лицо может спрятаться и переждать угрозу. То есть задача такой комнаты – обеспечить 10-15 минут безопасности до того момента, когда прибудет, ну, реальная помощь полиции, охраны и так далее. Здесь, я думаю, что, может быть, в учебных заведениях имеет смысл думать о том, чтобы действительно двери в классах были металлические для того, чтобы в случае возникновения террористической угрозы преподаватель мог бы закрыть их изнутри и таким образом обеспечить безопасность. Это уже следующий уровень, ибо металлическая дверь не позволяет просто так в неё проникнуть. На данный момент… Да, что учитель был неправ с твоей точки зрения, что продолжение лекции не является адекватной в данном ситуации. А касаемо Латвии, ну, слава богу, у нас подобного ещё не было, и очень хочется надеяться, что не произойдёт такая ситуация. Тем не менее, это происходит повсеместно на свете. Стоит ли в этой ситуации бежать впереди паровоза и проводить подобные, ну, описанные вами, учебные какие-то тревоги? Ну, там, запирать дверь, ну, во-первых, поменять двери, научиться вовремя их запирать, прятаться под парт и так далее. Ну, раньше в Советском Союзе были какие-то уроки начальной военной подготовки и так далее. Уместны ли они в современном мире, в современной Латвии? К величайшему сожалению, наличие психически неполноценных, неадекватных людей, ну, невозможно исключить ни в каком государстве. То есть, ну, примеры везде в США, такие обстрелы происходят практически регулярно. К сожалению, вот это сейчас пришло и в Россию. И, я не знаю, даже там нордическая и эмоционально устойчивая Норвегия помнит историю Брейвика и так далее. То есть, ну, может быть, ну, что касается Латвии, ну, вспомним историю десятилетней давности, когда в кинотеатре один из посетителей застрелил другого только потому, что один из другого вызвал раздражение. То есть, это, ну, к сожалению, неконтролируемая ситуация. Поэтому я считаю, что превентивные меры, хотя бы самые элементарные, все-таки должны присутствовать в учебных заведениях. Но этот вот, прости, Олег, превентивные меры, самые минимальные, это, например, какие? Разъяснение и подготовка людей, учеников и преподавателей и подобного рода ситуациях. Мы говорим, получается, о том, что о защите, когда мы пытаемся спасти мирное население. А вот если речь идет об охране, то есть, охране учебных заведений, должно ли быть у охранника действительно реальное оружие с боевыми патронами или это не имеет смысла, то есть, вот на ваш взгляд? Думаю, что в учебном заведении, вероятно, нет. Охрана должна быть адекватно подготовлена к ограничению доступа в учебное заведение в случае реальной угрозы, скажем так. То есть, это, опять же, вопрос финансирования. То есть, как я уже говорил, это двери, которые резко ограничивают доступность в учебные помещения. Возможно, это коридоры, которые автоматически перекрываются в случае угрозы. То есть, в таком случае нападающий остается как бы изолированным в коридоре и есть время для прибытия полиции и решения ситуации. Что касается охраны учебных заведений, ну вот конкретно разберем пермь, то есть, там видно в записи видеонаблюдения, что человек с ружьем двигается уже по территории учебного заведения. То есть, если бы кто-то действительно мониторил видео и мог бы вовремя среагировать, вероятнее всего, такой большой трагедии бы не произошло. Но это означает, что учебное заведение охраняет как минимум два человека, один из которых физически контролирует вход, а второй постоянно физически мониторит систему видеонаблюдения для того, чтобы вовремя среагировать. Вот все время звучит у вас это время 10-15 минут, то есть, получается, что вот именно это критическое время, за которое может произойти наибольшее количество жертв до прибытия специальных сил, вот могли бы вы пояснить вот именно, что действительно ли это 10-15 минут, то время, которое нужно продержаться и максимально быть готовыми для того, чтобы заблокировать преступника, каким-то образом спрятаться и скрыться из его зоны видимости? В условиях цивилизованного города статистически это так. То есть, 15 минут – это обычно контрольное время прибытия служб спасения с того момента, как произошел вызов. Как правило, этот момент времени для нападающего максимально комфортен, поскольку он находится в доминирующем положении, его никто не контролирует и никто не может блокировать. Поэтому да, это время является критическим для сплощения жизни людей. Возвращаясь о превентивных мерах, на ваш взгляд, нужны ли какие-то рамки, ну вроде как в аэропорту звенящие, да, на различные предметы, а в учебных заведениях, начиная, ну тогда получается, с детских садов? Это сложный морально-этический вопрос, поскольку в детских садах, вероятно, нет. То есть, звенящие рамки необходимы в основном для того, чтобы никто не мог пронести, условно говоря, металлические предметы, то есть огнестрельное или холодное оружие во внутрь заведения. То есть, тогда это должно быть прописано в правилах конкретного учебного заведения или общественного здания. И тогда это контролируется. Но здесь тогда возникает следующий вопрос. Ну насколько мы нашу школу превращаем в тюрьму и где вот эта граница ограничений? Потому что получается, что, по сути, это тотальный контроль за людьми и насколько это адекватно и полезно в обществе. Наверное, это вопрос в дискуссии. Это уже не вопрос безопасности, это морально-этический вопрос. Хорошо. А возвращаясь к вопросу допуска, различные пропуска, удостоверения, насколько они уместны? Потому что когда-то на входе в тот же самый университет надо было предъявить студенческое удостоверение. Сейчас скорее спросят QR-код, там какой-то сертификат о вакцинировании, но не студенческий билет. По большому счету, конечно, это очень хороший способ для контроля трафика через, условно говоря, входную дверь. То есть если есть возможность установить турникет и, ну не знаю, делать электронный студенческий билет, который позволяет электронно открыть замок и пройти в учебное заведение, в принципе, это неплохой выход из положения. Это резко облегчает работу охраны внутри. Как вы считаете, вот распространение оружия, возможность приобретения оружия, она влияет на такого рода вот инциденты? Как мы видим, российский опыт, вероятно, влияет, поскольку люди некриминальным способом способны получить оружие и воспользоваться им, ну скажем так, неадекватно. Хотя я бы сказал, что, допустим, в Латвии закон об оружии, на мой вкус, достаточно адекватен. То есть действительно нужно пройти необходимые проверки, сдать экзамены. И если человек психически неуравновешенный стремится к оружию, я думаю, что, скорее всего, на законодательном уровне особого влияния нет, поскольку получить оружие, будем честными, можно и нелегальным способом. И для человека психически неуравновешенного это, возможно, более доступный способ, чем получение оружия легально. Во всяком случае, ну, как мы знаем, в Латвии известен только один случай, когда легально приобретенное оружие привело к плачевным исходам. Как правило, все остальные убийства и криминальные проявления происходят при использовании какого-то нелегального. 67212-93-9, телефон нашей студии. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А может быть, стоит провести параллель между компьютерными играми, да, и вот этими случаями? Потому что там в компьютерах играх, да, положительные герои постоянно кого-то убивают, да. Постоянно им надо завалить кучу, как говорится, там и людей, и монстров, да, вот, и добиться своего. И здесь тоже этот парень как бы стрелял даже без разбора, да, он просто направо и налево поливал. Может быть, в этом тоже есть причина? Спасибо. Спасибо за вопрос. Андрей? Ну да, компьютерные игры – это на сегодняшний день часть нашей жизни. Я не имею образования психолога, и мне несколько сложно отвечать на этот вопрос, но с моей субъективной точки зрения всё зависит от конкретной личности. Есть личности, на которые компьютерные игры действительно влияют негативно и приводят к печальным последствиям. Есть люди, которые, наоборот, свою негативную энергию выбрасывают в компьютерную игру, и, соответственно, в реальной жизни они не будут действовать агрессивно. Это всё очень зависит от конкретного типа личности и от конкретного человека. Поэтому, скажем, прямую параллель я бы здесь проводить не стал. Возвращаясь к ситуации со стрельбой, на ваш взгляд, ну, точнее, не то чтобы на ваш взгляд, по вашей информации, какая-то воспитательная работа на данный момент хоть где-то проводится? Ну, всё, о чём мы говорили немного раньше в Латвии происходит или вообще по нолям полностью? Если и происходит, то мне такие случаи неизвестны на сегодняшний день. Это может зависеть от властей на местах, ну, скажем, от самоуправления или Министерства образования, Министерства обороны, Министерства внутренних дел. На каком уровне стоит, должно задумываться об этих вопросах? Как мне кажется, ответственность за подобные мероприятия должно взять на себя Министерство внутренних дел, конечно, как основная организация, которая занимается обеспечением правопорядка в государстве. Ну, естественно, без Министерства образования, вероятнее всего, реализовать эти мероприятия будет невозможно. Но, тем не менее, какая-то элементарная выработка мер и организация мероприятий должна существовать. Ну, что же, спасибо огромное. Я напомню, что вице-президент Европейского альянса телохранителей и специалистов обороны и безопасности Андрей Шишов комментировал и давал советы и анализировал ситуацию, которая произошла в Пермском университете и вот насколько эти события могут аукнуться в наших реалиях, насколько безопасно мы можем себя чувствовать. Да, благодарим, Андрей. Хорошего дня. А мы же продолжаем. Сейчас будет недолгая пауза, после которой мы встретимся тоже виртуально с руководителем Латвийского общества пациентов с головной болью и будем говорить о мигрене, её природе, распространённости и способах лечения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова